Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Россияне, к сожалению, очень сильно подвержены сосудистым заболеваниям, и эта тенденция просматривается во всем мире. С 2015 года в Самарской области запущен социальный проект «Действуй быстро, спаси жизнь». Этот проект реализуется в Самарском регионе под патронажем областного министерства здравоохранения. Является одним из этапов полномерной работы по организации оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Среди населения очень слабая информировость о сердечно-сосудистых заболеваниях, и люди не знают, как действовать в случае проявления инфаркта, миокарда и не могут распознать симптомы. Они предпринимают неверные действия, не обращаются за медицинской помощью или обращаются тогда, когда уже очень поздно. Сегодня в нашей программе мы расскажем об этом подробнее, как обучить жителей губернии распознать синдромы острого инфаркта миокарда, что важно – обращаться за скорой медицинской помощью и знать о методиках лечения инфаркта, спасающих жизнь. Я представляю гостей в студии. Сергей Михайлович Хохлунов, профессор, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии, Министерство здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера и Дмитрий Викторович Дупляков, профессор, главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Тема очень актуальная. Сегодня у нас дозваниваетесь. Если у вас есть конкретные вопросы, звоните к нам по телефону 202-11-22. Мы с удовольствием их примем и, конечно же, ответим на все ваши вопросы. Ну что же, Сергей Михайлович, 29 сентября, Всемирный день сердца. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия с этим прошли для населения с этим днем? Ну, это традиционно начало осени, День сердца, который является всемирным, проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения. И основная цель этого мероприятия – привлечь внимание населения к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Почему? Потому что меры профилактики на сегодняшний день хорошо изучены. И соблюдение некоторых правил, которые вполне легко и исполнимы, они могут привести к тому, что заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системы будет значительно меньше. Значит, в нашей области этот год, он особенный, потому что в этом году мы запустили социальный проект в рамках европейской инициативы кардиологов европейских рентген-эндоскулярных хирургов, так называемый «Стенд for Life» или, как он переводится, «Стенд для жизни», основная задача которого – добиться максимальной доступности всего населения операций стентирования коронарных артерий при развитии острого инфаркта миокарда. Значит, ну, что мы сделали в рамках этой недели? Ну, во-первых, в течение всей недели волонтеры из Дома молодежи Самарского, они на разных площадках, значит, раздавали раздаточные материалы, они привлекали внимание населения Самарской области, и плюс еще они записывали людей на день открытых дверей в диспансере, который проходил в субботу, это был уже как бы завершающий такой аккорд для того, что, да, и, собственно говоря, пришло более ста человек на это мероприятие. В диспансере мы прочитали лекции пациентам именно по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Мы им прочитали лекции по тому, что такой инфаркт, как его распознать. Значит, мы им показали фильмы, которые в рамках данной программы были нами сняты, и часть там фрагментов из этих фильмов, я надеюсь, мы сегодня посмотрим. Вот. И после этого, значит, наши кардиологи приняли пациентов, всех желающих, ну, собственно говоря, все и были желающие, с измерением давлением, с записью электрокардиограммы при необходимости. Соответственно, опросили пациентов и дали рекомендации кому по изменению образа жизни, кому для того, чтобы они исключили эти факторы риска, а кому-то уже конкретно сказали, когда, куда и в какие сроки приходить те, у кого уже есть заболевания. Ну, и отрадно, видя то, что очень много людей отреагировали положительно, пришли пообщаться, потому что проблема действительно актуальна и волнует население. Ну, говорим мы сегодня, как вы уже правильно сказали, стенд «Фо Лайф» – стенд для жизни. А в чем вот вы, ведущие, специалисты в области кардиохирургии, видите актуальность этого проекта? Вот как изменилась ситуация, конечно, с момента их внедрения? Ну, я хочу сказать, что острый коронарный синдром инфаркта миокарда – это то заболевание, где важны очень сильно два составляющих момента. Первое – это чисто медицинские технологии лечения инфаркта миокарда и организации процесса оказания помощи. Почему? Это заболевание, которое очень сильно зависит, результаты лечения очень сильно зависят от времени, когда начались первые признаки инфаркта и до того момента, как мы оказали вот это эффективное лечение стендирования коронарных артерий. Значит, ну, просто отвлекаясь, два примера. Если вы помните, в конце 60-х годов инфаркт лечили так, что больного просто клали на спину, и он в течение трех недель и лежал. Вот. Значит, после того, как в 70-е годы открыли палаты интенсивной терапии, вот, а я, собственно говоря, застал это начало после школы, это институтские годы, там что принципиально было? Это принципиально было, что на одну сестру было 4-5 всего пациентов. Это были мониторы отслеживающей ритмы или были дефибрилляторы. Так вот, только применение вот этих палаты интенсивной терапии позволило снизить смертность от инфаркта миокарда вот в госпитальный период на 30%. Вот. И сегодня это самый высокоэффективный метод лечения – это стентирник коронарной артерии. Дальше мы покажем, но два слова скажу, что это острая закупорка сосуда сердечного и прекращение кровотока. Поэтому образуется сначала ишемия, потом омертвевает кусочек сердца и уже в процессе лечения рубец. Поэтому, да, и на все про все, где-то через 3 часа уже образуется необратимое изменение некроза миокарда. Поэтому это самое то золотое время или золотой час, как говорят, когда можно, и вот это как раз стентирование позволяет открыть коронарную артерию, поставить протез внутрь сосуда, стенд, и открыть кровоток. И, собственно говоря, сами понимаете, что процесс организации, доставки в кратчайшие сроки – это чрезвычайно важное. И здесь есть этапы, связанные с пациентом, когда он ждет, позвонить, не позвонить, пройдет, не пройдет. Это работа скорой помощи, это работа маршрутизации пациентов, куда везти в обычную больницу, потом перевозить на операцию, на стентирование или сразу везти. Вот, поэтому все эти задержки известны и все. И поскольку мы в нашем диспансере эта методика стали внедрять в 2010 году, 2011-2012 год – это уже государственная программа модернизации, направленная чисто на широкое внедрение. Вот, и уже после модернизации прошло, и это стало обычной процедурой, доступной, не какой-то эксклюзивной. И мы провели большую работу с Дмитрием Викторовичем, сотрудниками диспансера, сотрудники нашей кафедры кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии. Практически мы, ну, как говорят, достучались до каждого врача, фельдшера, первичного звена, как надо действовать. И когда мы были уверены в конце прошлого года, что мы не подведем чисто с организацией, вот как раз мы начали этот проект образовательный, чтобы снизить первую задержку. А она очень существенную роль занимает, именно связанную с пациентом. Сергей Михайлович, так а почему именно наша Самарская область выступает как пилотный проект, вот наряду с другими крупными областями, что действительно у нас этот вопрос так настолько актуален? Ну, вопрос он актуален. Дело в том, что я еще раз говорю, по всей стране централизованно это началось в 2011 году, с апреля, с 1 апреля 2011 года. Вот мы с учетом того, что у нас, в общем-то, кардиология довольно сильная, и у нас понимающие власти, и руководство Министерства здравоохранения, мы начали этот проект в конце 2009-2010 года. И в модернизацию мы уже подошли с опытом, уже с некой организацией. И поэтому, ну, здесь плюс чисто субъективное, вот поскольку мы ездили по стране, делились опытом, брали опыт в других регионах, вот, где это было, то, в общем-то, нам вот Дмитрию Викторовичу показалось, что у нас именно то время, когда мы можем начинать обучать пациентов. Потому что если мы сами чисто медицински не можем справиться с проблемой, и сейчас вот все, что мы расскажем, мы обещаем, пациентов не выполним. Все правильно. Вы понимаете, это будет такая-нибудь реклама. Сейчас мы уверены, поэтому мы и просим пациентов прислушаться к тому, что мы говорим, не ждать, не звонить друзьям, знакомым и прочее, а вызывать скорую помощь. Вот. Ну, и мы поставили перед собой эту задачу, и вот ее реализуем. Это проект, за которым следит, ну, специалисты всей страны. У нас договоренность, весь материал, который мы сделаем, весь опыт на копыт, он в конце октября месяца в Москве будет доложен. Вот, материалы будут передаваться на всю страну, и каждая область, которая захочет дальше это получать, она уже будет иметь вот этот первичный материал. Это раздатки, плакаты, фильмы и прочее, прочее. Дмитрий Викторович, ну, а вот с какими проблемами приходится сталкиваться в рамках оказания экстренной помощи больным именно с острым коронарным синдромом? Ну, вот как раз Сергей Михайлович уже озвучил эту проблему. К сожалению, это и жители нашей области, это вообще наши граждане, граждане нашей страны, то, что пациенты очень долго терпят, и до момента обращения за скорой помощью проходит огромный промежуток времени, когда действительно можно было бы адекватно быстро помочь человеку. И ведь действительно, если инфаркт миокарда возникает, появляется клиника соответствующая, и человек сразу же обращается за медицинской помощью, то шансы того, что он выйдет на инвалидность, потеряет работу и так далее, то есть у него будут серьезные изменения в жизни, они практически минимальные. Вот на это и направлена, в первую очередь, программа с тем, чтобы люди как можно быстрее обращались за медицинской помощью. Ну, вот как раз осведомленности самарцев мы узнаем и послушаем чуть позже. Ну, а я хочу сейчас вот о чем с вами поговорить. Но ведь согласитесь, что плохо с сердцем человеку может стать внезапно. Дома, на работе, на улице. Вот как распознать этот приступ и вовремя оказать помощь? Самое простое – это знать симптомы. И именно на это направлена программа. Есть несколько моментов, связанных с сердечными какими-то проблемами. Во-первых, сердце может не иметь никаких, скажем так, проявлений, то есть болезни сердечно-сосудистой системы. Иногда люди ощущают какие-то нарушения ритма сердца, да, то есть остановки сердца, пропуски, учащенное сердцебиение, наоборот, замедленное сердцебиение. То есть человек сам по себе это чувствует? Чувствует. Иногда проявлением сердечных заболеваний является чувство нехватки воздуха. Человек перестает выполнять ту физическую нагрузку, которую он выполнял еще месяц, два, три, полгода назад. Он уже не может так бегать на лыжах или подниматься по лестнице, ходить просто даже по-ровному. Ну и, конечно же, все обращают внимание, когда возникает какая-то боль. Вот для стенокардии, скажем так, более ранней формы, которая предшествует инфаркту миокарда у большинства пациентов. И для самого инфаркта характерно возникновение загрудинной боли, которая отдает в руку, в левую руку может отдавать, иногда в правую руку, в шею, в межлопаточное пространство, в нижнюю челюсть. И, соответственно, если вот такая боль возникает, появляется слабость, гаукружение, иногда сопровождается холодным липким плотом, то не нужно ждать, нужно сразу же звонить в скорую помощь. Вы знаете, давайте мы сейчас обратимся к экрану и посмотрим ролик, вот снятый в рамках как раз образовательного проекта «Действуй быстро. Спаси жизнь». У меня давит и жжет в груди. Боль отдает в шею, плечо и спину. Я чувствую сильную слабость. Мне трудно дышать. Меня тошнит. Ну, собственно, мы сейчас посмотрели и увидели, услышали симптомы, о которых вы сейчас, Дмитрий Викторович, говорили. А я же хочу напомнить, уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, телефонный. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня специалистам, которые находятся у нас в гостях. Ну, а вот сейчас я предлагаю послушать, насколько вообще осведомлены наши самарцы о синдромах и симптомах инфаркта. Давайте послушаем вместе и посмотрим. Какие вы знаете болезни сердца? Ну, как и все, наверное. Инфаркт. Ну, недостаточно, инфаркт. Ничего, больше ничего не знает. Тахикардия, аритмия. Пролапс метрального клапана. Аритмия. Ишемическая болезнь сердца, инфаркта, инфаркт, естественно. Аритмия, тахикардия, наверное, такие есть. Инфаркт, ишемическая болезнь сердца, ну и тромб, когда вот очень много сейчас молодых, кто, например, работает, работает, или там дома чувствует себя вроде бы хорошо, и вот тромб. Инфаркт миокарда, знаете такую болезнь? Нет. Нет? Нет. И симптомы тоже не знаете, да? Это очень страшная болезнь, смертельная, смертельным исходом, если вовремя не предпринять какие-то действия. Симптомы инфаркта миокарда вы знаете? Ну, приблизительно, читаем. Приблизительно. Сейчас нет. Ну, нет, не могу сказать конкретно. Пока нет. Не сталкивались, нет? Потому что не касаемся, да, не знаем. Что-то слышал, там, боли, по-моему, там, где-то в грудины, в центре вроде, не сбоку, а в центре. Ну, наверное, все, скорее всего. Ну, так я, наверное, как симптомы, я не знаю. Симптомы знаете? Нет. Сильная боль в грудине может отдавать в правое плечо, может туда отдавать. А тошнота же бывает ведь тоже, по-моему, ведь тошнота даже бывает. Ну, тошнота я не помню, но вот то, что сильная боль и не хватает воздуха дышать нечем, прям разрывает грудину, я вот это знаю. Ну, что же, как мы услышали, не знаю, не понимаю, но ведь не знание не освобождает от ответственности, да? Есть такая поговорка... От риска. Да, от риска. Что скажете, Дмитрий Викторович? Ну, действительно, это как раз ролик, который показывает осведомленность и насколько хорошо люди знают. Причем вы видите, что неважно, какой возраст был отвечающих, да? То есть даже люди среднего возраста, пожилые тоже не знают симптомов инфаркта, и именно из-за этого они поздно обращаются за медицинской помощью. У нас есть звонок, я предлагаю послушать. Здравствуйте, вы в эфире программы, мы слушаем вас, и ваш вопрос, конечно. Здравствуйте, скажите. Говорите, алло. Если потребуется экстренная помощь, то коронарное шунтирование придут в рамках ОМС или это платная услуга? Спасибо, очень хороший вопрос, актуальный. Значит, если экстренно при инфаркте миокарда, то наиболее частая процедура, это вот то, что я говорил, это черезкожно-коронарное вмешательство, стентирник коронарных артерий. Она проводится в рамках обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день оказывается этот вид лечения в четырех учреждениях. Это подавляющее большинство пациентов Самарский областной клинический и кардиологический диспансер. Это областная больница имени Середавина. Это клиническая больница номер два имени Баныкина в Тольятти, который работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки, без перерывов, выходных. И в течение одних суток в неделю по вторникам работают клиники Самарского государственного медицинского университета. Значит, этим видом помощи на сегодняшний день обеспечены все нуждающиеся пациенты, кто вовремя обратился за такой помощью. Что касается ортокоронарного шунтирования, это примерно 1,5-2% от пациентов с острым инфарктом миокарда, которых мы вынуждены брать. Именно вынуждены. Это те пациенты, которым технически невозможно сделать. Это пациенты, у которых уже развились механические осложнения. Это поражение митрального клапана в связи с инфарктом миокарда. Это разрывы, внутренние разрывы межжелудочковой перегородки. Это даже пациенты, у которых разрыв сердца происходит и практически стопроцентная смерть. Я хочу сказать, что за последние два года двух таких пациентов мы все-таки сумели спасти, но это все делается быстро. Поэтому ортокоронарное шунтирование также делается бесплатно в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. Но, я говорю, это небольшое количество. Это вынужденные меры. Никто ее не любит. Лучше до этого не доводить. А чтобы не довести, надо вовремя попасть на стентирование. Тогда, мне кажется, насморк в период эпидемии гриппа вы ощутите больше дискомфорт, чем от инфаркта, если вовремя вы поступите. Сергей Михайлович, я не могу не задать этот вопрос, потому что я так думаю, что предваряю его от вопроса телезрителей, которые сидят по ту сторону экрана. Но ведь очень часто бывает, что вызываешь скорую помощь, приезжает она, но не в течение 50 минут. Что делать тогда, когда ты ждешь, ждешь, ждешь? Ну, не сам же ты побежишь на операционную сторону. Значит, первое, я хочу сказать, что эта тема известная, известная в области, известная во всей стране. Если вы знаете, то замена парка, она как бы такая актуальна. И вот сейчас опять в правительстве решается вопрос о довольно серьезных вливаниях по замене парка. Второе. Значит, у нас по всем приказам и законодательству скорая помощь должна приехать пациенту. Через 20 минут после обращения. Третье. Буквально, ну, некоторое время, очень короткое назад вышел приказ Министерства здравоохранения, где и, собственно говоря, приказ 323 о здоровье у нас, который, так сказать, основополагающий приказ. Это является критерием качества. И отдельный вышел приказ, и, собственно говоря, за, если больше 20 минут, надо объясняться, собственно, пациентам. Ну, не приезжают опять, потому что пациенты плохо. Это, конечно, косвенность плохо знает симптомы. Потому что я хочу сказать, что если симптомы будут рассказаны хорошо фельдшеры, то нарушение мозгового кровообращения, инсульты и боли в сердце, инфаркты – это первый очередной выезд пациентов. Поэтому, если опять вы знаете симптомы и грамотно расскажете, скорая приедет быстрее. Приедет быстро обязательно. А если вы расскажете сумбурно, могут немножечко, как бы, вот, отложить. Спасибо большое. Ну, вот давайте мы еще и послушаем наших уважаемых телезрителей. Мы спросили у людей о знании экстренных номеров, и что же они нам ответили. Телефоны знаете экстренных служб? Куда звонить, если вдруг вот случилось? Нет. К сожалению, нет. Нет, скорая помощь только. Знаете их? Нет. Скорая помощь. Какой-нибудь там, 003, по-моему, или... Тоже сомневаюсь. 112, 03, куда еще? Я всегда 03. Да. Ну, данный сюжет, он не требует комментариев. Я с вами согласна. Но вот, тем не менее, цифры снижения смертности за последние пять лет, как говорится, налицо. Вот озвучьте их, и за счет каких принятых мер они достигнуты? Смертность действительно снижается, сердечно-сосудистые заболевания. Вообще, в Самарской области, если проанализировать статистику, то она снижается с 2002 года, когда был максимальный уровень смертности. И в среднем снижение идет от 7-8 до 12% ежегодно. За счет, конечно же, вот этой постоянной работы, которую делают и Министерство здравоохранения, и все кардиологи, да и не только кардиологи, а вообще все врачи Самарской губернии. Потому что сердечно-сосудистые заболевания – это не только инфаркт миокарда, а есть еще куча других заболеваний, которые как бы из-под воль, но они как раз и вносят этот большой свой вклад в копилку преждевременного ухода из жизни наших сограждан. В первую очередь, конечно же, это гипертоническая болезнь, которая вроде бы как-то и не болит, и цифры просто мы видим на экране монитора, да, когда измеряем давление, и таблетки не принимаем, а как раз вот люди, у которых давление чуть-чуть повышено, чуть выше 140 для систолического давления, вот это люди, которые составляют 60% пациентов неврологических отделений, отделений, в которых лечатся инсульты, и, соответственно, пациенты, которые имеют и инфаркт миокарда. Поэтому важно. Спасибо. У нас есть звонок. Будьте добры, пожалуйста, мы слушаем вас только очень лаконично. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Коротко, пожалуйста. Значит, у меня такой вопрос. Я вот недавно лежал в госпитале, в госпитале ветеранов. Значит, у меня по утрам, перейдись, где-то с часов трех утра до шести, вот за грудиной, вот где-то в районе щитовидной железы, вот, ну, я называю это как жаба души, и вот боль отдаётся и в лево, и в право, и в суставы плечевые. Так. Вот. И я начинаю ползать по кровати, что называется, искать пятый угол. Пожалуйста, покороче, у нас время, да, очень ограничено. Так. Вопрос. К кому мне, к какому врачу мне обратиться? Спасибо. Спасибо. Ну, видите, пациент, так сказать, видимо, не совсем, знаете, синдром, но он очень точно назвал, потому что инкардия – это болезнь, которая называется грудная жаба. Значит, вам надо обратиться к кардиологу, причём сделать это надо довольно срочно, вот, потому что надо рассмотреть вопрос о необходимости коронарографии, посмотреть, насколько поражены сосуды, а у вас они поражены, если вы сами называете это жабой, вот, и дальше решать вопрос о восстановлении кровотока. Но это уже плановые вещи, вот. Но если у вас вероятность случиться тому, о чём мы говорим, довольно высокая, то здесь надо заменить скорую и в диспансер, и в больницу Середавина. Спасибо большое. Очень важный вопрос, но вот трудно поверить, но сейчас операции на сердце проводят через один маленький прокол. Хотя раньше останавливали сердце и вскрывали грудную клетку. Расскажите, пожалуйста, об этой методике поподробнее, и мы, конечно, её прокомментируем в нашем видео, которое у нас приготовлено. Ну, значит, операции, вот, вы видите, я не буду придерживаться, значит, действительно, операции через кожно-коронарное вмешательство, это так называемая малоинвазивная эндоскопическая операция, наркоза в данной ситуации не делают, вы видите, как на руке, сейчас это наиболее частый доступ, пунктируется артерия лучевая, вводится специальная трубочка-катетер, подводится к сердечному сосуду, вводится контраст, и мы чётко видим, где у нас поражение. После этого проводится специальный проводник, по проводнику, вот, до этой самой бляшки, по проводнику проводится баллон, происходит раздувание, и восстанавливается в этот момент кровоток, но при этом бляшка остаётся, и всё равно кровоток, он ограниченный. После этого вводится вот это самое устройство, стенд, вот, видите, сетчатый, такой, это металлический, тоже довольно высокие технологии, он проводится вот в эту бляшку, и уже додавливается, где-то примерно 8-12 атмосфер, он устанавливается, всё. И практически, если это единственный сосуд, то мы открываем течение инфаркта, оно очень мягкое, вот, и после того, как больной пациент выписывается, он, в принципе, уже свободен и от стенокардии, или вот от этой грудной жабы, о которой говорил наш зритель. Вот, то есть он может приступать к нормальной жизни, но выполнять все требования по профилактике развития подобных состояний. Надо ещё понимать, что если вам поставили стенд, мы не вылечили вас, мы вам, а вас освободили от симптомов. Спасли жизнь. Мы спасли жизнь, мы её продлили жизнь, но дальше зависит от вас, как вы будете проводить, выполнять рекомендации, которые мы обязательно даём. Вы знаете, мы взяли интервью одного из пациентов кардиодиспансера и узнали, как он себя чувствует после операции. Давайте послушаем. 17-го числа, в субботу, на фоне вполне удовлетворительного общего состояния, на 78-м году жизни у меня случился первый в жизни приступ стенокардии напряжения, который потихонечку переходил в развивающийся кардиогенный шок. Всё шло как по книге, очень неприятной для меня, учитывая то, что я сам врач. Помощь мне начала оказывать дома моя жена, доктор, дочка, вызвали скорую помощь, сделали кардиограмму, быстренько привезли сюда. Очень оперативно всё было сделано на этих этапах. Потом вот я попал в руки докторов, медицинских сестёр и прочего персонала 5-го отделения. За это время я чувствую себя гораздо лучше благодаря заслугам всего коллектива, благодаря заслугам его руководителей. Я очень рад, что явный большой прогресс достигнут в диагностике в лечении и выхаживании пациентов. Моя искренне благодарность всем. Ну я думаю, что это не единственная благодарность, конечно, жителей нашей области. Но я хочу напомнить основные тезисы проекта «Действуй быстро, спаси жизнь, знай симптомы инфаркта». Звони 03-112-103 с мобильного, чтобы получить своевременное эффективное лечение. Ну и, конечно, я хочу предоставить заключительное слово. Что бы вы хотели сейчас, сегодня пожелать всем тем, кто нас смотрит? Пожалуйста, Дмитрий Викторович. Я бы, наверное, хотел пожелать нашим гражданам, чтобы они обращали внимание, в первую очередь, на своё здоровье и полюбили себя. Потому что от того, как они будут жить, как долго они будут жить, это зависит ещё и состояние всех их, их вообще жизненный тонус. И мне кажется, что жизнь – это как раз то, за что стоит бороться, а не стоит относиться так попустительски, как мы, к сожалению, видим очень часто. Я думаю, что наша программа помогла узнать все симптомы, и, конечно, помогла узнать об этом проекте. Я благодарю вас за участие в передаче. Спасибо большое. Ну и, конечно, будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова